Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня заключительное занятие первого семестра университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Политика первых лет советской власти в отношении религии и церкви». Читает лекцию старший преподаватель юридического института Константин Борисович Ерофеев. Пожалуйста, пока Константин Борисович готовится, напоминаю, что вопросы задаем в письменной форме, также потом запись на выступление. Пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу, уважаемые товарищи, поблагодарить всех за интерес к нашей теме и за то, что вы, так сказать, нашли время вот в эти предновогодние дни прийти сюда, в штаб-квартиру РКРП, для того, чтобы послушать лекцию, которая мне тоже кажется, в всяком случае, материал ее мне представляется весьма интересным. Но давайте приступим непосредственно к делу и поговорим о ленинской политике, политике первых лет советской власти относительно церкви и религиозных, ну, церкви православной, я имею в виду, и остальных религиозных обществ. Ну, прежде всего, нужно сказать, что к 1917 году, ведь кризис царизма, он имел сразу несколько аспектов. Это, конечно же, были рабочие вопросы, крестьянские, земельный и военный, но в том числе и церковный вопрос. Были совершенно очевидные, неразрешимые противоречия, которые были обусловлены тем, что, с одной стороны, Российская Православная Церковь к 1917 году была, ну, государственным институтом. Как вы помните, патриаршества не было уже со времен Петра I, то есть около 200 лет, а фактическим руководителем церкви был государь-император. При этом, ну, скажем, это была не пустая формальность, потому что английская королева тоже, как известно, возглавляет англиканскую церковь, но не очень-то вникает, как мне кажется, в ее дела. А вот последний царь, Николай II, как известно, проявлял очень большую, так сказать, активность на этом поле. Даже, как вы помните, у него одно время была идея стать патриархом. Так сказать, правда, эта идея не получила никакой поддержки ни в среде бюрократии, ни в церковных, так сказать, церковной среде, но, тем не менее, эта идея была. Чем обуславливался государственный статус российского православия? Ну, прежде всего тем, что часть государственных функций, функций власти была передана церкви. Ну, в чем это выражалось? Прежде всего, священнослужители получали, мы можем сказать, жалования, зарплату по нынешнему из бюджета государства. Они были приравнены, вот была небезызвестная табель о рангах, когда, так сказать, все чиновники ранжировались, так сказать, на 14 классов, и в эту же систему входила и церковная иерархия. То есть, высокопоставленные служители церкви могли рассчитывать и на определенные привилегии в обществе, на статус, на награды, включались в систему, так сказать, российских орденов. Церковь получала значительные доходы от государства и выполняла ряд государственных функций. Ну, например, регистрация актов гражданского состояния. То, что сейчас делает всем нам известный ЗАГС, осуществляла церковь до революции. То есть, регистрация рождений, то есть, крещений, вступление в брак, венчание, да, и, так сказать, уход из жизни тоже. По сути, весь период, так сказать, жизни, цикл жизни среднестатистического жителя Российской империи был связан вот с этими, так сказать, церковными актами. Церковь взимала определенное налоговое, так сказать, вычет из граждан. Церковь отчасти исполняла роль учреждения исполнения наказаний. Монастырские тюрьмы существовали до, в общем-то, современности, ну, тогдашней. Права и обязанности гражданина также зависели от его вероисповедания. У нас сейчас в паспорте не пишут ни вероисповедание, ни национальность. Как мы помним, в советском паспорте писали национальность, а в паспорте гражданина Российской империи, подданного точнее, писали вероисповедание. То есть, писали там Иванов Иван Иванович православный. И в зависимости от этого, был ли человек православный, либо, так сказать, он был представителем каких-то других религиозных обществ, а атеистом он не мог быть, атеизм был запрещен на государственном уровне. Он имел определенные права и льготы. Ряд других, так сказать, категорий людей, ну, те же, так сказать, мусульмане, буддисты, иудеи, они эти льготы не могли получить, потому что, ну, в частности, они... Любое вступление в должность, судейскую или должность государственной службы сопровождалось произнесением присяги, а присяга носила религиозный характер, она, так сказать, подтверждала верность императору и церкви, что, соответственно, они не могли произнести, да, в силу своих, так сказать, убеждений. Поэтому, во многом, так сказать, их права были ограничены. Но это с одной стороны. С другой стороны, в церкви тоже определенное недовольство существовало, которое выражалось самыми разными путями. Ну, во-первых, мы с вами помним, что значительное число русских революционеров вышли как раз из церковной и семинарской среды. То есть, в общем-то, они определенные выводы делали, так сказать, вот сталкиваясь вот такой вот бюрократической казенной машиной церковной. А даже те, кто не шел, так сказать, по этому пути, проявляли определенное недовольство, как раз связанное с тем, что церковь была полностью подчинена государству и не имела, так сказать, той свободы, на которую она хотела бы претендовать. А как мы помним, для русской православной церкви, так сказать, идея сосуществования с государством еще с византийских времен называется идеей симфонии, когда государственная власть и церковная друг друга дополняют. То есть, в известном смысле, на равных, так сказать, существуют, как во времена, так сказать, первых, так сказать, московских патриархов. Ну, на это, как вы понимаете, царская власть совершенно не готова была пойти, чтобы поделиться, так сказать, своими исключительными самодержавными полномочиями. Поэтому, скажем, для кого-то удивительно, а для кого-то нет, что в марте 17-го года церковь совершенно не поддержала, так сказать, крах самодержавия, я имею в виду, так сказать, самодержавия в тот период, когда она, так сказать, рушилась. И более того, спустя несколько дней тот же сенот, который еще недавно, так сказать, выполнял, по сути, любые требования императора и его приближенных, высказался в том плане, что вот как хорошо, что самодержавие рухнуло и церковь может рассчитывать обрести, наконец, долгожданную свободу. Что, в общем-то, было, с одной стороны, удивительно, с учетом вот государственного такого привилегированного статуса, а с другой стороны, было, в общем-то, и неудивительно, зная, так сказать, вот церковную историю. В двух словах скажу о временном правительстве, которое, так сказать, всего полгода у нас, так сказать, здесь правило, у них была определенная церковная политика, но она была очень противоречивая. С одной стороны, они призывали, как известно, к тому, чтобы граждане имели одинаковый, так сказать, статус, то есть, равенство перед законом, независимо от вероисповедания, а с другой стороны, пытались сохранить статус православной церкви. С одной стороны, они готовы были православной церкви предоставить определенную свободу, не вмешиваться в ее дела, а с другой стороны, ничего не нашли лучше, как, ну вот уже на конечном этапе существования временного правительства, подчинить православную церковь полиции, так сказать, сделать, так сказать, ее поднадзорной, по большому счету, полицейскому аппарату. Как вы понимаете, на это церковь тоже не могла согласиться. Поэтому, скажем так, крушение уже теперь временного правительства, оно тоже, в общем-то, не вызвало в церковной среде, ну, такого яркого отклика, какого-то однозначного. Тем более, что вы помните, что с августа 1917 года и, по сути дела, по весну-лето 1918 года проходил собор православной церкви, который, так сказать, привел к тому, что был избран патриарх Тихон, первый патриарх после вот двухсотлетнего перерыва. И это было чрезвычайно важное событие, и оно, в общем-то, на определенном этапе, вот эти вот соборные дела, они остальное, так сказать, затмили церковную активность. Но, однако же, перейдем непосредственно к нашему вопросу. Несколько существует, так сказать, ну, то ли мифов, можно их назвать, то ли упрощений, то ли вот таких пропагандистских трюков, которые мешают, как мне кажется, нам понять истинную картину того времени. Во-первых, как вы знаете, сейчас любят представлять временное правительство, не временное, а большевистское правительство, ленинское правительство, как набор каких-то случайных людей, малообразованных, не сведущих тех вопросов, так сказать, за решения которых они взялись. Однако, это, как известно, совершенно не так, и если мы возьмем крупнейших, так сказать, деятелей большевистского правительства, начиная с Владимира Ильича Ленина и продолжая Бонч-Груевичем, Красиковым, Крупской, Луначарским, Скворцовым-Степановым, Ярославским, это были люди, у которых были очень серьезные познания в нашей теме, в теме, так сказать, религиоведения, взаимоотношения церкви и государства, скажем, крупнейшим, одним из крупнейших религиоведов своего времени был Бонч-Груевич, впоследствии управляющий делами Совета Народных Комиссаров, который не просто так интересовался вопросами государства и церкви, а он выполнял, по сути дела, определенное задание партии, тогда еще находившихся в подполье, потому что Ленин живо интересовался вопросами отношения разных церковных и религиозных общин, обществ к, в данном случае, к политике самодержавия, насколько они поддерживали, насколько они были оппозиционны, как они готовы были противостоять самодержавию, чем они обижены, и у Бонч-Груевича была одна из крупнейших картотек религиозных обществ, которые, в общем-то, были, так сказать, изучены, и эти знания были поставлены на, поставлены, так сказать, в интересах большевиков. Поэтому говорить о том, что люди пришли, ничего не понимающие в этом деле, ну, просто даже странно, и это уже, знаете, наводить тень на плетень, потому что имена этих людей, как определенных специалистов в области религии, религии, истории, права, отношения к государствам, они специалистам известны. Далее, вторая, так сказать, идея, с которой, так сказать, как мне кажется, нужно и должно спорить, это попытка представить взаимоотношения советского государства и церкви, как сплошную цепь преследований, репрессий, противостояния чуть ли не вооруженного. Безусловно, всякое было, но, опять же, специалисты разделяют разные периоды, так сказать, советского, так сказать, государства и его отношению к церкви. Ну, да, был ленинский период, о котором мы сегодня будем говорить, там достаточно жесткое было противостояние. Сталинский период, как известно, тоже, так сказать, сопровождался необоснованными репрессиями, я именно говорю здесь о необоснованных репрессиях, тех репрессиях, которые впоследствии были самими же коммунистами осуждены. Затем определенная, так сказать, нормализация при Сталине же церковно-государственных отношений, которая началась в войну и особенно в послевоенное время, когда нужно было единение всех общественных сил внутри страны для противостояния немецко-фашистским захватчикам. Затем Хрущевское время, где, ну, вот, добавилось, тут тоже справедливо стирать, надо говорить, определенная такая вот капля волюнтаризма Хрущева, которая и по отношению к церкви, так сказать, была, так сказать, применена. Верующие до сих пор Хрущевское время вспоминают самым отрицательным образом, так сказать, считая, называя этот период хрущевскими гонениями на церковь. Но это, опять же, тоже сложный период, да, и там тоже не все так однозначно, но, тем не менее, этот период выделяют именно вот историки, называя ее, так сказать, хрущевским периодом. Затем, в общем-то, нормализация церковных отношений уже в тот период, который мы все с вами, так сказать, а вы лучше меня помните, но даже я его, так сказать, немного помню при Леониде Ильиче Брежневе, как вы понимаете, совершенно уже другой был уровень отношений, конструктивный, где церковь тоже работала в определенном смысле в интересах государства и, так сказать, не сопровождались эти отношения какими-то, так сказать, явными, так сказать, репрессивными мерами. Ну, уже перестроечное и постперестроечное время, тем более, мы все знаем, но сейчас не о нем речь. И, значит, еще один момент, которым тоже есть смысл поспорить, вот к этой дискуссии мы прямо сейчас подойдем, ну, считается, что это уже в юридической, так сказать, среде, профессиональной. Теперь много говорится о том, что, ну, советское правительство, особенно на первом этапе, было, ну, юридически таким беспомощным. Не было никакой идеи, вот была идеология, но идеи, так сказать, строительства государства и права не было. Конечно, это не так, и мы вот по той активности правовых актов, которые мы сейчас вспомним, мы можем видеть, что, боюсь, там, совет народных комиссаров и в ЦИК работали на порядок эффективнее многих, так сказать, профессиональных, как бы мы там, в кавычках, парламентов. Потому что у нас сейчас считается большой активностью в какой-то сфере, чтобы хотя бы там раз в 5-10 лет принимался какой-то нормативный акт, ну, в той или иной, так сказать, области. Да, ну, скажем, нынешний закон о свободе совести, о религиозных объединениях, которые действуют сейчас в России, это закон 97-го года. И надо сказать, что какие-то существенные изменения в него вносились, ну, в последние, там, может быть, 2-3-4 года, что было связано вот с укреплением вертикали власти, да, и определенным противостоянием с Западом. А до этого 20 лет закон как был, так и был. А вот в первые месяцы и годы советской власти чуть ли не каждый месяц принимались ключевые акты, которые касались взаимоотношений церкви и государства. Ну, на что я хочу обратить внимание. Владимир Ильич Ленин, он был большим поборником и большим сторонником свободы совести. Он понимал несправедливость общества, когда в зависимости от отношения к религии люди, так сказать, имели те или иные права или не имели их. Поэтому он уже в 1903 году в известном обращении к деревенской бедноте говорил о вопросах свободы совести в тогдашней царской России. Вот, в частности, я процитирую. Социал-демократы требуют далее, чтобы каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно свободно. Только в России, да в Турции из европейских государств остались еще позорные законы против людей иной неправославной веры, против раскольников, сектантов, евреев. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают людей известной веры некоторых прав. Все эти законы самые несправедливые, самые насильственные, самые позорные. Каждый должен иметь любую свободу, не только держаться какой угодной верой, но и распространять любую веру и менять веру. Ни один чиновник не должен даже иметь право спрашивать, кого не наесть о вере. Это дело совести, и никто тут не смеет вмешиваться. Не должно быть никакой государственной, извините, господствующей веры или церкви. Ну, с учетом того, что религиозная ситуация в царской России, она несколько отличалась от современного времени, помимо православия были достаточно крупные общины. Ну, вот у нас сейчас, что есть православная церковь, на втором месте, как известно, ислам, который тоже достаточно активно растет. Но тогда, помимо этого, была на территории империи крупная католическая община, поскольку Польша, Литва, Западная Украина, Западная Белоруссия входили в состав империи. Это до 10 миллионов человек. Это большая, так сказать, община, которую нельзя было не заметить. Это значительная община раскольников, самых разных, так сказать, до 10 миллионов человек тоже, в общем-то. А люди были лишены элементарных, так сказать, прав. В частности, они не могли, ну, как один из примеров, не могли в Пасху в своих молельных домах звонить в колокол. Старообрядцы, раскольники. Это считалось недопустимо. Это считалось оскорблением, так сказать, государства. Ну, и многие другие, опять же, общины тоже, которые объединяли сотни тысяч и миллионов людей. И с ними нельзя было не считаться. Однако, царское правительство как раз именно с ними-то и не считалось. Поэтому, уже 27 октября, то есть, буквально через два дня после Октябрьской революции, в декрете о земле, который был, всем известный декрет о земле, который был принят на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в статье 2 было установлено, что все земли монастырские, церковные, со всех их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов. Ну, правда, это договорка вплоть, вернее, впредь до решения учредительного собрания вопроса о земле. Право частной собственности на землю отменяется. Ну, скажем так, здесь мы видим очевидную попытку ослабить, ну, скажем, крупнейшие религиозные общины путем изъятия у них права собственности на землю. А помимо того, что церковь была частью, как я уже говорил, государственной машины и государственной идеологической машины, церковь ведь была еще крупнейшим собственником. В Петрограде 1917 года до 600 отдельно стоящих зданий принадлежало Российской Православной Церкви. Ну, и сейчас, то есть, у нас немало храмов, да, но, правда, в основном они не в собственности, а в пользовании без произвозмездного. Но 600 зданий – это что-то едва ли не целый район, так, если их рядом поставить. То есть, это, конечно, громадный объем собственности. На втором месте были католики, у которых было порядка 40. Я говорю именно об отдельно стоящих зданиях, не каких-то там квартирках, так сказать, или закутках. У лютеран, как правило, немцев до 15 отдельно стоящих зданий. Поэтому, скажем, вот такие вот декреты, как декрет о земле, они выбивали почву из-под ног церкви, которая, ну, очевидно, была идеологическим противником пришедших к власти большевиков. 16 ноября, то есть, опять же, спустя несколько дней, да, после Октябрьской революции, была принята декларация прав народов России. Это был подписанный Лениным и Сталином, как наркомом по делам национальности, я имею в виду Сталина, Иосифа Сергеевича, да, документ, где все и всякие национальные и национально-религиозные привилегии и ограничения отменялись. И советская власть провозглашала свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Это было, как я уже говорю, чрезвычайно важно, потому что равенства не было до 1917 года, а люди к этому стремились, люди хотели свободы, люди хотели равенства, это совершенно очевидно. Уже 3 декабря Совет народных комиссаров обратился ко всем трудящимся мусульманам России и Востока. Ну, мусульманский вопрос, ведь он и тогда существовал, и в частности, как вы помните, в конце 1917 года еще формально шла Первая мировая война, и Южный фронт был против Турции. А как вы помните, царизм, он претендовал, не знаю почему, для меня лично это загадка до сих пор, на знаменитые, так сказать, Босфоры Дарданеллы, да, и превращение, возвращение Софийского собора в Турции, да, вот Аль-София, где сейчас мечеть, обратно в православный храм. Ну, это, конечно, идея, наверное, красивая, но, как вы понимаете, у мусульман она не вызывала, так сказать, такой вот явной поддержки, мягко говоря, а воевать с мусульманами советская власть совершенно не собиралась, так же, как, в общем-то, и мусульмане не видели в советской власти определенного какого-то врага. Поэтому вот это обращение, оно выбивало почву из-под ног у тех, кто хотел как раз строить молодую, так сказать, советскую Россию и мусульманский Восток. Вот о чем говорится в этом обращении. Мы обращаемся, ну, мы имеем это совет народных комиссаров, обращаемся к вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане России и Востока. Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа. Все те мечети и молельни, которых разрушались, верования и обычаи, которых попирались царями и угнетателями России. Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Ну, безусловно, это определенным образом повлияло на взаимоотношения Советской России и стран Востока. Как вы помните, первыми дипломатические отношения были установлены с Афганистаном, с Турцией, от Ататюрка. То есть, такого уже единого фронта против, скажем, Советской России для интервентов просто не получалось. 11 декабря 2017 года, я обращаю внимание именно на последовательность, когда речь идет о неделях между нормативными актами, было принято постановление Народного комиссариата просвещения РСФСР о передаче дела воспитания и образования из Духовного ведомства в ведение комиссариата по народному просвещению. В этот день этим постановлением все церковные учебные заведения, по сути дела, национализировались и передавались наркомпросу. То есть, церковь, по сути дела, вот то, что мы любим повторять и до сих пор, что церковь отделена от государства, а школа от церкви. Вот это реализация вот этой последовательной политики советского государства о том, что образование должно быть от религиозного образования отделено. Кстати, это постановление совсем не говорило о том, что церковь, ну, под церковь, я в данном случае понимаю, самые разные общины, не могла внутри себя, внутри своих структур организовывать какие-то учебные заведения, курсы, семинарии и так далее. Просто, скажем, это уже было делом частным, а если речь шла о публичной, так сказать, профессиональной, педагогической деятельности, то она, конечно же, передавалась исключительно государству. 16 января 1918 года приказом Народного комиссариата по военным делам были уволены все священнослужители всех вероисповеданий, находящихся на службе военного ведомства. Все управления военного духовенства расформировались. То есть, от церкви, по сути дела, отделялась и армия. Институт военного духовенства, он, как вы знаете, сейчас достаточно, так сказать, активно возрождается, да, у нас, я имею в виду, в наших условиях уже современных. Тогда, накануне 1917 года, был, ну, прямо скажем, доминирующей идеологической силой внутри армии. Правда, это тоже, понимаете, вот любят говорить, что вот большевики, вот они вот что-то разрушили, вот убрали военных священников. А интересный факт был, до 1917 года причастие в военных частях раз в год было обязательным. А в 1917 году, когда временное правительство, не большевики, отменили это обязательное причастие, к нему вот пришли только 10% военнослужащих. Вот это вот удивительный факт, да, что люди находятся на грани жизни и смерти, стресс такой, да, постоянный. И война-то, к сожалению, в 1917 году не выигрывалась, Первая мировая, а шла очень тяжело. И даже в такой ситуации 90% солдат, как только ушел контроль государства и вот репрессии ушли, по сути отказались от этого церковного обряда. То есть сказали, что мы вот не имеем с этим ничего общего. Это очень интересный факт, и тут есть о чем, кажется, подумать, да, что большевики они разрушали, либо они, ну, подытоживали то, что происходило вот в обществе, узаканивали то, что уже происходило. Ну, опять же, чуть дальше, в 20 января 1918 года, Каланта, а им министр известная, да, всем, Александр Михайлович, министр, извините, по стоянке говорю, народный комиссар государственного презрения, то есть социобеспечения, как мы сейчас сказали, прекратила выдачу государственных средств на содержание церквей и священнослужителей, содержание обрядов. То есть вот то, что мы говорили, что практика, установленная при царе и продолженная при временном правительстве, когда церковь содержалась государством, и ее служители получали от государства жалование, эта практика была прекращена. Более такой глобальный документ был принят 25 января 1918 года третьим Всероссийским съездом Советов. Это была декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, написанная, как вы помните, Владимиром Ильичом Лениным. В ней не говорилось прямо о церковно-государственных отношениях, но провозглашалась свобода и равенство для всех граждан Советской России, что косвенно, скажем так, подытоживало работу вот в этой вот области за предыдущие несколько месяцев. А 2 февраля 1918 года был принят известный декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви. И первый пункт как раз прямо провозглашал, что церковь отделяется от государства. Ну, опять же, этот декрет, он сейчас часто трактуется как такой исключительно антицерковный. То есть, вот церковь отделялась от государства, лишалась поддержки, финансирования, переставала быть идеологическим институтом для государства. Но, с другой стороны, этот же декрет провозглашал и определенную защиту церкви и верующих от незаконного покушения на их права. Вот, в частности, пункт 2 говорил. Граждане российской... Значит, вот так. В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан. Эта формулировка, кстати, вызывала определенные споры, а вот должно ли государство, которое провозглашает научный атеизм в качестве идеологии, должно ли оно вообще защищать церковь и верующих? И, кстати, по инициативе Ленина эта фраза была включена, вот этот пункт, о том, что требуется защита всех людей, независимо от религиозной принадлежности. И также обратите внимание, что вот пунктом 3 этого декрета, опять же, лично Лениным, был вписан следующий пункт. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется. То есть из всех паспортов и иных документов, анкет при приеме на работу, убиралась информация о том, как человек относится к религии. Это являлось его частным делом отныне, и государство старалось не вмешиваться в частную жизнь. Также этот декрет говорил о том, что любые действия органов государственной власти не должны были теперь сопровождаться какими-либо религиозными обрядами. Как мы помним при царском режиме, любые, так сказать, акты или начинания власти сопровождались церковными обрядами, теперь нет. Вспомним картины наших знаменитых художников. И строительство дома сопровождалось молебном и открытие какого-то учреждения. И сейчас, я имею в виду, в восемнадцатом году это было отменено. Также отменялась религиозная клятва, которая заменялась торжественным обещанием, которая не носила уже религиозный характер. Это сейчас для нас это естественно, да, вроде бы как мы, получая паспорт гражданина или там принимая воинскую присягу, мы не вспоминаем. Ну, пока, в всяком случае, может быть, и доживем и до этого. Мы, так сказать, какие-то религиозные постулаты не вспоминаем. А до революции это было повсеместно и вызывало очень много критики, в том числе, как вы помните, и у Льва Николаевича Толстого, который был ярый противник вот этих вот клятв. Которые, ну, в том смысле, что потом эти клятвы ведь бывало и нарушались, тем самым, так сказать, профанировались. Ну, вот, это было устранено. То есть, тогда это был вопрос, который был чрезвычайно серьезен. Правда, надо здесь сделать оговорку, что, конечно, немало и потеряла господствовавшая в тот момент церковь, то есть, российская православная, вот этого декрета. Потому что по этому декрету ни она, ни другие религиозные общества не получали статус юридического лица. Что, в общем-то, ну, у нас сейчас выбор, что какие-то там мины замедленного действия закладывали большевики. Ну, вот тут вот, ну, я, естественно, саркастически об этом говорю, но какую-то мину они все-таки заложили, потому что до 90-го года церковь так и не получила статуса юридического лица, что, в общем-то, ее правомочие в известном смысле, конечно, ограничивало и вызывало, так сказать, такое вот определенное недовольство. Но, собственно, декрет и был принят атеистическим правительством, поэтому что мы тут хотим? При этом религиозная жизнь в Советской России вовсе не запрещалась этим декретом. Во-первых, этот декрет разрешал религиозную пропаганду. Насколько я помню, у нас только с 36-го года, то есть с момента принятия Сталинской Конституции, была официально разрешена атеистическая пропаганда, а религиозная пропаганда не была предусмотрена. Здесь она, так сказать, существовала, ее никто, так сказать, не ограничивал. Только, правда, была сделана оговорка, если эта пропаганда не носит какого-то антигосударственного характера. Общество религиозное можно было создавать совершенно свободно. Единственное, что это должно было делаться по инициативе граждан. Должно было собраться 20 человек, которые представляли собой так называемую 20-ку инициативную группу, которая, в общем-то, и выступала инициатором создания религиозной общины. Интересно, что советское государство не ставило вопросы о продаже имущества религиозного назначения вот этим вот регистрируемым общинам. Все имущество передавалось безвозмездно, имею в виду, допустим, здания храмов, мечетей. Они передавались абсолютно безвозмездно, но, правда, с условием, что вот эта двадцатка и другие верующие должны были надлежащим образом содержать эти здания. С этим, конечно, тоже были вопросы, потому что далеко не все могли эти здания содержать. То есть, допустим, создать-то общину было несложно, и получить здание тоже было возможно. Но вот дальше ведь нужно было платить за тепло, за электроэнергию, ну, в общем-то, за то, с чем сталкивались любые общества и учреждения на территории страны. Но вот здесь как раз не всегда получалось это сделать. Просто в силу отсутствия денег, и после этого эти здания приходили подчас в негодность, рушились, их изымали, тоже тут были определенные конфликты, но вот это уже, так сказать, было несколько дальше. 24 августа 1918 года была принята Конституция РСФСР. Это была первая Конституция. Ее вообще всегда называли в юридической науке Ленинской Конституцией, но сейчас это все убирают, поэтому просто Конституция РСФСР 1918 года. Она во многом подтверждала положение декрета, вот того, о котором я только что упоминал, и, как я уже еще раз повторюсь, не запрещала религиозную пропаганду. При этом, конечно, говорить о том, что отношения, ну, прежде всего, православия и советского государства были безоблачные в тот момент, конечно же, тоже нельзя, потому что начиналась и уже, так сказать, по сути дела шла гражданская война, и, как вы понимаете, в значительной мере церковь поддержала белое правительство, интервентов. Правда, надо, опять же, здесь оговориться, что не вся, потому что в церкви начинали появляться самые разные течения, союз церковного возрождения, живая церковь, те, что вот потом получили название обновленцев, они изначально не поддерживали ни белогвардейцев, ни интервентов. И патриарх Тихон, находившийся в Москве, несмотря на то, что, как мы сейчас вспомним, издавал немало таких, ну, прямо скажем, антибольшевистских, антисоветских посланий, он все-таки тоже напрямую ни разу не поддержал ни белогвардейцев, ни интервентов, хотя его об этом активно просили. Но, собственно, и без него на территориях подконтрольных белым правительством возникали так называемые временные церковные управления из тех архиереев и священников, которые, так сказать, туда бежали, либо там находились и при Деникине, и при Врангеле, и при Колчаке. И, по сути дела, они там исполняли функцию Министерства пропаганды, таких идеологических ведомств, а иногда и чисто военных структур. Вот при правительстве Колчака были организованы воинские части, они назывались полки Иисуса Христа, полки Пресвятой Богородицы, где воевали с оружием в руках священнослужители и монахи. Так вы понимаете, воевали они совсем не за советскую власть, а наоборот. То есть, это, конечно же, было и не вносило какую-то положительную конструктивную струю во взаимоотношения православного центра в Москве и ленинского правительства. Тем более, что 19 января 1918 года патриарх Тихон выступил с одним из посланий, их было несколько, которые называются подчас анафемой, то есть проклятием патриарха Тихона большевикам, хотя он там прямо-то так об этом не пишет, но он проклинает тех, кто ведет братоубийственную гражданскую войну и покушается на права церкви. Но, в всяком случае, тогда это понималось так, что патриарх, в общем-то, проклинает именно большевиков. Кстати, с аналогичными посланиями выступили и руководители других общин, в частности католиков, но вот тут, кажется, тоже из песни слова не выкинешь. Причем, знаете, тут ведь еще как, многое зависит от того, как это понимается, да, вот в Москве патриарх это понимал, наверное, как, видимо, свою миссию он понимал, как стремление к какой-то миротворческой миссии. А на местах это понимали как проклятие большевикам, и шли убивать красноармейцев, да, коммунистов и так далее. Это, к сожалению, тоже ведь было. В 18-м году, в феврале, был принят декрет о социализации земли. То есть, по сути, частное землевладение, монастырское, церковное, ликвидировалось. В марте 18-го года, 28-го марта, был принят очень интересный декрет в ЦИК о праве убежища. То есть, все граждане иных стран, которые испытывали, простите, религиозное преследование у себя на родине, могли беспрепятственно приезжать в Советскую Россию и пользоваться здесь правом на убежище, правом на защиту, как, по сути, политически преследуемое у себя на родине. Интересно также вспомнить о том, что вот мы сейчас говорим о Российской Православной Церкви и говорим, что ряд течений в ней, в общем-то, совсем не провозглашали себя врагами советской власти, а что вот иные, так сказать, общины. Но, если мы говорим, допустим, о мусульманах, то они какого-то единого фронта против советской власти так никогда и не организовали, потому что, в общем-то, в их дела особо советская власть-то на этом этапе и не вторгалась. А вот ряд, ну, таких более малочисленных общин, ну, вот кого мы сейчас называем там российскими протестантами, баптисты, евангелисты, адвентисты, у них как раз отношение к советской власти было гораздо более теплое, потому что они не считались, а были жестоко преследуемы при царе. Советская власть освободила их и дала равенство, и они, в общем-то, совершенно по-другому относились к советской власти. Ну, вот, в частности, я приведу пример с адвентистами седьмого дня, община, которая и по сию пору, да, существует в России. Так вот, интересны записки ее руководителей, Вильсона и Ефимова, которые лично были приняты Лениным. И они как раз задавали Владимиру Ильичу вопрос о том, как вот им можно ли существовать дальше, и не будет ли преследований, как при царе, на что Ленин им ответил, что, пожалуйста, существуйте в рамках закона, никто вас преследовать не будет. И интересен тот факт, что когда они, так сказать, раскланивались, ну, адвентисты по традиции, так сказать, пожелали Ленину помощи, так сказать, Господа, да, во всех его делах, на что Ленин ответил, пусть ваш Бог вам поможет. То есть, они разошлись достаточно, так сказать, в спокойной и теплой, и конструктивной, так сказать, обстановке. И даже спустя 10 лет адвентисты очень ценили вот это отношение советского правительства к ним, как, в общем-то, по сути, просто как к людям, как к людям с такими же правами, как и все остальные. Вот я приведу к десятилетию октября они опубликовали небольшое стихотворение, их лидер тогдашний Лепсак. Ну, оно, я бы не сказал, что это не Пушкин, конечно, но, в всяком случае, оно искреннее. Вот 10 лет уже минули, Россия люд свободным стал, народы рабства цепь свергнули, и церкви гнет со всех упал. Нас провидение посетило, и через соввласть, советскую власть освободила. Вот такое вот интересное отношение у людей к советской власти. Но стоит еще напомнить, что буддисты, которые тоже представляли значительную часть верующих в нашей стране, они вообще, ну, я имею в виду, что рядовые, конечно, буддисты, а не, так сказать, их, так сказать, эксплуататоры, они, как вы помните, даже провозгласили Ленина Махатмой, то есть, таким просветленным учителем, который несет людям в мире, не только, так сказать, буддистам, но людям всего мира освобождение от рабства, вот этот, от колониализма. И это и поборником этой идеи был известный Рерих, да, и многие другие. И, кстати, Махатма Ганди, да, так сказать, тоже об этом говорил и писал. И, в общем-то, как раз отношение к Ленину было более чем уважительное. Тоже об этом не все любят сейчас вспоминать, а это же тоже правда. Но, правда, надо сказать, что, опять же, все это происходило на фоне гражданской войны, на фоне, так сказать, противостояния чрезвычайно жестокого, да, как мы понимаем. То есть, ну, война есть война. И в определенном смысле государство, ну, ставило цель уничтожения церковной контрреволюции, да, то есть, низведение церкви до такого уровня, чтобы она перестала представлять какую-либо угрозу для государства. Ну, в частности, я здесь уже, так сказать, подхожу к концу. 23 февраля был издан, 22 года, 922, был издан известный декрет в ЦИК об изъятии церковных ценностей для нужд борьбы с голодом. Мы помним эту ситуацию, когда, как следствие гражданской войны и, в общем-то, контрреволюции зажиточных крестьян был, ну, и погодных условий тоже, в общем-то, и не урожая, был огромный голод в центральных, так сказать, областях России, в частности, в Поволжье. И, в общем-то, как вы помните, наши, так сказать, партнеры тогдашние, американцы и нынешние, они тоже у нас все партнеры, да, они отказались, они, имея хлеб, отказались помогать советской России, то, как говорится, их тезис был хлеб в обмен на золото, а золота в стране не было, поэтому единственным источником на тот момент это было церковное золото, церковные сосуды, оклады, иные предметы из золота, из серебра, из драгоценных камней, которые изымались, продавались, и на валюту покупался хлеб для того, чтобы просто спасать людей, умиравших, реально, так сказать, умиравших, так сказать, тысячами в Поволжье. И надо сказать, что церковь по-разному отнеслась к этому декрету, ну, скажем, основным камнем преткновения, конечно, было то, что некоторые из этих сосудов, они представляли собой не только материальную ценность, но и духовную, то есть из них причащали, и, в общем-то, это считалось недопустимым отдать их на какие-либо иные цели, даже вот на такие. Поэтому имели место и, с одной стороны, были те, кто добровольно отдавали и не вступали в конфликт с советской властью, где-то доходило до вооруженного противостояния, и в том числе с убийством, так сказать, советских служащих, которые приходили изымать эти ценности, где-то были очень сомнительные с исторической точки зрения, даже отчасти провокативные ситуации, ну, вот как, в частности, у нас была в Петрограде, когда был церковный процесс над митрополитом петроградским Вениамином и его приближенными, когда они были расстреляны, за нежелание отдать эти ценности, хотя они как раз говорили о том, что добровольно хотят отдать, но ведь мы с вами помним, что Петроград-то возглавлялся Зиновьевым тогда, а кто такой Зиновьев, это тоже очень большой, так сказать, вопрос, и его, так сказать, и троцкистское окружение тоже, так сказать, боюсь, добавило тут много того, чего не надо было добавлять в церковные отношения, но это уже сложный вопрос, отдельный, и он, я думаю, массу споров вызовет. Во всяком случае, конечно же, отношением церкви и государства был нанесен серьезный ущерб в результате всей вот этой комиссии. Чуть позже, вернее, не чуть позже, а параллельно с этим была принята известная инструкция Народного комиссариата юстиции о ликвидации мощей в 2020 году. Помните, тоже это достаточно интересная история, когда принудительно вскрывались раки с мощами святых, и там нетленных мощей не оказывалось, а подчас вообще ничего не оказывалось. И, конечно, это производило на верующих, ну, для кого-то это было кощунством, а для кого-то это было таким, знаете, очень неприятным открытием, когда люди во что верили искренне, их вера рассыпалась, когда они видели, что тут и, как говорится, без какого-то, так сказать, обмана дело, так сказать, не обходилось. Это мы тоже, я думаю, помним эти видеокадры, они до сих сохранились, и до сих пор, так сказать, в интернете их можно посмотреть. Конечно, это сейчас для нас уже дела давно минувших дней, а для тогдашнего общества и религиозного общества, в частности, это, конечно, было совершенно потрясающим явлением. Однако, я в данном случае уже, так сказать, совсем приближаюсь к концу. Все-таки гражданская война закончилась, и встал определенный вопрос о нормализации церковно-государственных отношений, и надо сказать, что здесь шаг был сделан тогдашним патриархом Тихоном, как вы помните, он тоже был под судом, в том числе, вот был петроградский процесс, а и был московский. И патриарх Тихон находился под судом, под домашним арестом, но он выступил с известным своим письмом, где как раз сказал, что ошибочно считать церковь врагом советской власти. И он не поддерживает ни иммигрантские правительства, ни интервентов, ни белогвардейцев, и хочет, как и все верующие, ну, он, так сказать, от имени православных верующих выступал, хочет налаживания, нормализации отношений, и в любом случае это привело к определенной нормализации отношений, потому что процесс судебный над ним, над церковной контрреволюцией в Москве, был приостановлен, сам он был освобожден от под домашнего ареста, правда, он был уже глубоко пожилой человек и больной, и вскоре скончался, но, во всяком случае, какого-то здесь вот такого репрессивного конца не получилось. А в 27-м году его, ну, скажем, как мы бы сейчас сказали, временно исполняющие обязанности, тогда он назывался патриарший местоблюститель, митрополит Сергий Строгородский, издал небезызвестную декларацию, которую до сих пор по его имени называют декларацией митрополита Сергия, где он прямо призвал верующих не то, что не быть врагами или какими-то сторонними наблюдателями, а включаться в жизнь народа, вместе с народом подчиняться не за страх, а за совесть тому правительству, которое находится в Москве, то есть правительству советскому. И более того, он в этой своей декларации, он прямо говорил, что, в общем-то, беды советских людей и беды верующих, это и беды и верующих, а радости советских людей, это радости верующих. То есть он солидаризировался во многом с советским правительством, это еще больше способствовало, так сказать, какому-то, так сказать, поиску определенного, так сказать, консенсуса за это, кстати. Ну, многие сейчас, опять же, историки говорят о том, что этого было вынуждено, что здесь было определенное лукавство, но это я не думаю, что это так, потому что, во-первых, это вызвало и до сих пор вызывает бешеную реакцию, ну, такого правого крыла церковного, то, что раньше, так сказать, эмигрантская была церковь зарубежная и так далее, они его просто бешено ненавидели, Сергий, и продолжают, кстати, ненавидеть сейчас. А с другой стороны, как вы помните, ведь Сергий стал первым сталинским патриархом в 43-м году и в 44-м, и он был, по сути дела, тем, кто со стороны церкви призывал к активной борьбе с немецкими фашистами. Поэтому, я думаю, Сергий, он не только на словах, но и на деле доказал, что он, в общем-то, не враг Советской России и Советскому Союзу на тот момент. Поэтому, вот, подытоживая, я хочу сказать, что этот период ленинской политики, он очень интересен, он, вы видите, очень активная была на этом поле политика большевиков, они, безусловно, добились тех целей, которые ставили, то есть, ликвидации церковной контрреволюции и перевода церкви на такую позицию лояльности по отношению к государству. И даже этот период можно разделить на несколько, на начало, когда еще было, по сути, мало что понятно, да, вот первые, там, недели и месяцы советской власти, затем на достаточно жесткое противостояние во время гражданской войны, ну, тут, опять же, ничего, из песни слова не выкинешь, это было, но и затем какого-то поиска разумного компромисса, нормализации, сосуществования церкви, вот, в новом уже социалистическом обществе. Я боюсь, что все, что хотел, сказал. Спасибо вам большое, да, и всем за, так сказать, терпение, что послушали. Поцепили вопросы. С удовольствием, готов ответить. Как раньше называлась церковь, русская или российская? Вы знаете, она называлась официально российская, но использовался и термин русская. Вот в 43-44 году, когда сначала Сталин собрал, ну, такой вот, скажем, собор, да, митрополитов, а затем был избран патриарх, она уже получила нынешнее название русская православная церковь. Но до революции это, скажем, российская, так же, как и российская империя. То есть, вот тогда термин российский, он, собственно, русскость никто не оспаривал. А вот во время войны, конечно, русскость нужно было подчеркнуть церкви, как вот церкви, так сказать, борющейся, да, с фашизмом, участвующей в борьбе с фашизмом. Поэтому, кстати, сейчас вот, поэтому такое правое крыло вот в церкви, они и говорят, что, так вот, та церковь, которая сейчас, особенно это иммигранты, до сих пор они говорят, вот потомки тех иммигрантов, первой волны и власовской иммиграции, они как раз до сих пор и говорят, что, так русская православная церковь, это сталинское детище, это вот Сталин вас организовал, вот вы там теперь это что-то делаете. А мы-то вот настоящая церковь императорская, потому что у вас даже название, вот придумал Сталин, что это русская православная церковь, а не российская. Ну, это я бы вообще, так сказать, тут поспорил, кто они такие, но это, как говорится, не предмет, да, нашего, так сказать, сегодняшнего материала. А, ну, так это же, конечно, и... Так, все, вопросы закончились, записавшихся на выступление нет, поэтому я позволю буквально полминуточки. Несмотря на то, что тема звучит, политика первых лет советской власти в отношении к религии и церкви, к чему была посвящена ваша лекция, я бы хотел в порядке дополнения, чтобы у слушателей не создалось такого одностороннего понимания позиции Ленина и партии большевиков, и советской власти по данному вопросу. Как сейчас принято говорить, надо в комплексе, если посмотреть, то эта позиция следующая была. Совершенно правильно. Во-первых, свобода веры в исповедание, и второе, свобода быть атеистом. Поэтому в порядке пожеланий я бы предложил Константину Борисовичу дальше развить эту тему и, например, подумать над вопросом, или, так сказать, предложить нам позицию первых лет советской власти по отношению к атеизму. Вам заключить на слово. Да, я, кстати, с вами согласен, мы эту тему совершенно опустили, и знаете почему? Потому что, ну, для нас сейчас, и, как говорится, и хорошо, да, и до сих пор это есть, у нас, ну, никому не придет в голову, ну, за исключением каких-то там, знаете, людей, то, что называется, отпетых, вот кого-то оскорблять или как-то унижать по вопросу, верит он в Бога или не верит, и если не верит, вот почему он атеист. А, в общем-то, это все-таки достижение вот как раз вот этих вот первых правительств советских, да, так сказать, ленинского правительства, потому что до революции атеизм был, как известно, вне закона, он был уголовно наказуем, а при этом атеисты же были, так сказать, и для людей это было очень, ну, по сути, жизнь была, да, испорчена, да, вот, что вот они не могли до самой элементарной, так сказать, права реализовать. Поэтому, конечно, это было огромным достижением, вообще, вот, скажем, свобода совести, она, как термин, она как раз и в отличие от, вот, есть у нас свобода совести и свобода вероисповеданий, вот, свобода вероисповеданий, она более узкая, она как раз говорит об отношении, что о свободе выбирать ту или иную религию, а Ленин-то как раз вводил термин «свобода совести», то есть вообще выбирать отношение к религии, можно быть религиозным, можно нет, можно, скажем, быть, так сказать, человеком, иметь поддержку и той, и иной концепции. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важно, но мы как-то сейчас тоже стали меньше говорить, а вообще атеизм в России. Поэтому я согласен, что эта тема тоже требует обсуждения и дальнейшего. Заключительное слово. Заключительное слово. Ну, я хочу только вот что сказать. Что здесь, конечно, тема безбрежная. И я построил свою небольшую лекцию, базируясь, от чего я отталкивался. Я отталкивался от официальных текстов, официальных законов, декретов, деклараций советского правительства того времени. Вот мне кажется, что вот сами эти тексты, они сами за себя о многом говорят. И их не надо комментировать, так сказать, вот в нашей среде. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что хотел сказать Ленин и большевики, что он этими текстами сказал. А вот такие вот уже более свободные комментарии, мне кажется, тут каждый сам уже сделает тот вывод, который он считает нужным. Я думаю, я не хотел навязывать какую-то вот точку зрения и предлагать сделать обязательно вот такой вот вывод. Я думаю, вы все свои выводы сделали и сделаете еще и по итогам нашей лекции. Еще раз я благодарю за внимание. Спасибо вам, Константин Борисович. Дорогие товарищи, закончен наш семестр. Впереди новогодние праздники, затем каникулы. Мы третяемся первый четверг февраля. Все, с наступающим Новым Годом. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова